Всем привет дорогие друзья, меня зовут Дмитрий и мы с вами продолжаем исчезновение Итана Картона, вот ищем пацана, вот в той серии мы бегали в пищу. Она хотела, чтобы я ушел. Да, прошли мы с тобой там пещеру эту долбанную, которую я там немножко затупил. Ну как затупил, я не понял именно что делать, пришлось подсматривать прохождение. У нас это загадка, я-то думал так, а там не так. Вот, короче продолжаем, мы вышли с тобой снизу плотина получается. Здесь есть... Открыть. Открыть. Закрыто, понятно. Обходные пути есть, здесь закрыто. Наверное, нам сначала в тот дом бежать мне когда-то, здесь понятно, закрыто. Короче говоря, бежим наверно туда сначала, там типа что-то распределительная станция, там видимо, ну видно много трансформаторной что ли какая-то. Много видишь этих проводов, есть какие-то знаки. Ну это типа когда дамбу открыли, понятно. А, кстати говоря, я тебе не говорил, когда я искал превьюшки к этой игре. Короче говоря, это место реальное, то есть это не выдуманное место, это взятое реальное место. То есть разработчики работали с реальной ГЭС. То есть это реальное место. Вот. Вот такие пироги, ребят. Так, ну пойдем сразу тогда внутрь. Я думаю, это выдуманное место. Очень редко разработчики берут какие-то реальные места. Настенная полка. Топор там должен быть. Выцветание в форме топора. Пожарный шкаф. Ну где-то он там на полу, где-то понятно. Пойдем искать. Уничтожена изнутри, снаружи дверь. Ну ее... Отчаяние. Ярость. Ее взломали. Дверь ее выбили топором. О! А вот и кто? И наш, видимо, батя. Опрокинута подставка для ручек. Разброс на аксессуары. Что-то делалось в спешке. Кронши, ручка, пружин, нож для вскрытия писем. Топор вижу. Ага, я понял, где это. Так, сейчас батю осмотрим. Жертва загнана в угол. Это батя наш, да? Пробитие гортани. Нет других ран. Не оставил отпечатков ботинок. Топор забираем. Ну мы да, мы не увидим, потому что у нас не все собрано. Так, нам надо ножницы. Дай ножницы. На, ну ножницы, эти ножницы я понял. Сейчас сходим. Топор мы взяли. Я даже понял, где эти ножницы. Здесь же есть... Вон там, вон кибитка есть. Нам к ней. На ней, по-моему, мы поедем... А может, мы не поедем вверх? А на ней можешь покататься вверх? Вверх-вниз. Да, можно вверх-вниз покататься. То есть, если там что-то не доделал, не досмотрел, можно скататься. Так, ножницы мы взяли. Хорошо. Кто его грохнул? Дед наш или кто? Ну, то есть, его отец, получается, наш дед. Мы же детектив. Это не наш дед. Ну, дед Итана. Или кто? Ножницы. Хорошо. Все, нет? Еще что-то? Еще. Так, а топор надо, наверное, вернуть? Да? Вот что еще думал. Ага. Так, топор мы вернули, ножницы мы вернули. А нужно ли нам что-то еще? Все. На этом все. Так, их четыре. Все они на улице, что ли? Так, один здесь, да, будет? Так, раз-два там увидел. Он закрывал, да. А, нет, это, получается, наш... Это второй сын его. То есть, батя бежал от сына, от второго. А потом сына там грохнул дед. Точнее, внук своего. Так. Ага. Они откуда-то отсюда шли. Может, из этой? Нет. Из шахты нет откуда. Отсюда сверху? Тоже вроде нет. Откуда они шли-то? Или из шахты все-таки? Ну, батя же был, да. Он же пришел, мам... Мамка говорит, где мам... А, вот. Он же говорит, где мамка? Да, он хотел... А, он хотел сынка это долбануть. Так. Там получилось, что он ему по башке дал. Так, а здесь что-то будет? Подожди, так мы же все нашли, по-моему. Не-не-не. Блин, я ушел слишком далеко от места. А, четыре же их было, или сколько их там было? Давай еще разочек. Так, их же четыре было. Я же вроде все это активировал. Сколько их? А, и последнее вот это. Я понял, блин. Я последнюю там-то не сделал. Ну, пошли, знаю. Ну, здесь хронология-то простая, видимо. Да безумие. Здесь сначала и здесь получается метка. Первая. Сюда, понятно. Вторая. Он шел сюда. Третья. Отец-то, батя-то прикрывал Итану, то есть младшего сына. Четвертая, получается, и пятое. Здесь все по порядку. Где моя мама? Почему ты мешаешь спящему? Произошло несчастье. Трэвис, брось топор. Несчастье? Я не хотел причинить его. Мы все заболели, понимаешь? С тех пор, как Итан нашел комнату. Где Нитан, гнида? Отвечай! Ладно, ладно. Он хочет сжечь дом банды гриппа. Трэвис, просто отстань. И отстань от меня! Спящий выбирает носителя. Понимаешь? Чтобы исполнять его желание, он выбрал маму. Он выбрал меня. Сынок, я не хочу тебя ранить. Думаешь, ножницы спасут тебя? Да. Все могло быть иначе. Ты мог помочь спящему. Помочь нам. Но мама права. Ты трус. И скоро ты встретишься с Сытаном. Вот так вот. А Итан хочет сжечь. Знаете, что вначале помним? Вначале нам говорили про то, что мы читали там записку. Когда нам пожарные приехали в дом вандерграфов. Вот этих вот. Там было сказано о том, что при пожаре погибла бабушка. То есть Итана бабушка погибла. То есть если получается, что... Что дом сжег Итан. То есть он сжег со своей бабкой. Получается как-то так. Потому что в самом начале, в самой первой серии мы читали. Потому что пожарные... Подожди. Что-то как-то со звуком плохо. Давай вот так. Правда, это я делал уже под конец игры. Нет. Может Итан просто реально... Этот спящий впитался этим. Их ненавистью. Их недоверием. Отец Итан решил, что суицид не даст спящемуся. Но он ошибся. Я чувствовал, как где-то словно жирная жаба спяще сидит. И переваривает. А что переключить? Что не переключается? А что не переключается-то? Так. Что-то не переключается. Да, слушай. А что у нас не переключается? Меня это немножко напрягает. Это баги могут быть, кстати говоря, в игре. Переключись, пожалуйста. А почему? Просто, знаете, могут быть баги в играх. Всякие разные нехорошки, которые мешают прохождению игры. Мы здесь пройдем? Нет. Мы здесь не пройдем. А зачем я сюда зашел тогда? Непонятно. Блин, только не говорят, что у меня какой-то баг. Ну, в результате которого я не могу там нажать на кнопку. Потому что это будет очень печально. Или может там ключ какой-то надо все-таки найти? Может где-то наверх надо? Ну вот, переключить. Я подхожу. Он ничего, он не активен. Непонятно. Непонятно. Ага. Мы открыли. Хорошо. Давай сходим на второй этаж. Может здесь что-то. Здесь на втором этаже ничего. Понятное дело ничего. А может что-то в том доме надо было забрать? Какой-нибудь ключик? Ну, если написано переключить, значит можно переключить же. Логично. Логично. Почему они переключают? А, вот теперь только. То есть, после того, как мы дверь открыли. Класс. Открыто-закрыто. Короче, мы закрыли. Получается ГЭС. И сброс воды больше не будет. Блин, охренеть. Только после того, как мы щеколду открыли, там... Да, и должен уровень воды упасть. Да, упал уровень воды. Кстати говоря, вот эти вот ступеньки. Я раньше думал, что у ГЭС у некоторых вот такие вот сбоку ступеньки есть. Ну, вот такие вот. А это типа когда ГЭС строят, воду отводят сбоку. Вот такой вот строят. Чтобы воду отводить, пока ГЭС строят. Вот такие пироги. Так, нам надо, короче говоря, на ту сторону. Здесь потоки еще сильные. Но здесь уже слабые. Здесь уже, да. Здесь уже... Здесь уже можно пройти. И все, в принципе. На самом деле мы уже отправляемся к финальному дому. Потому что игра, я говорил, короткая. Буквально на 2-3 часа. А это получается где-то у нас уже, грубо говоря, третий час. Вот, и меня напрягает то, что мы вначале с тобой находили информацию про то, что, мол, дом сгорел у них. И бабка погибла. Возможно, Итан-то... Знаете, у меня есть подозрение. Я не помню сюжет. Я говорил то, что не играл. Может, здесь на самом деле... Итан был рядом. С ума сошел? Я чувствовал его, как укус света в кромешной тьме. Он узнает меня. Он вспомнит, зачем я пришел. Может, он с ума сошел, на самом деле, Итан-то? Ну, он же, как ему мама же говорила. Помнишь, типа, хватит жить, говорит, в воображаемом мире. Живи реальностью. И вот он, может, жил в реальности... Ой, в воображаемом мире. И он, короче говоря, дожился до того, что... В общем, галюйники у него начались. Ну, грубо говоря, да. То есть ему казалось, что зло там и так далее. Ну, место охеренно, конечно, красиво, да, ребят? Кто-то скажет, блин, я бы тут хотел бы жить. Озеро там, горы. Но я бы, на самом деле, может, и пожил тоже здесь. Но, знаете, опасно. Потому что чуть там какие-то землетрясения, еще что-то и все. И ты в котловане вот в этом вот. И тебя завалит нахрен. Конечно, красиво, да. Это вообще может хоть одно тут... Какой-нибудь вулкан пробудиться и так далее. Да, сжег он нахер хату. Да, это вот их дом. Остатки. И, говорит, сюда пожарные даже, говорит, приезжали. А как сюда пожарные, интересно, приехали? Да и толку здесь от пожарных. Да? Кстати говоря, угольки-то еще тлеют. Да, дом-то у них большой был. О-о-о-о. 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 А, знаете, в чем... А, знаете, в чем минус был? Я вспомнил эту загадку. Когда прям она мне так в голову въелась. Я когда проходил игру первый раз вообще. Здесь вот корвус, да, на английском. И здесь буквы тоже английские. А когда я первый раз ее проходил, корвус был переведен. Ну, то есть, ну, вот этот вот корвус, да. Но... Буквы английские. Короче, здесь буквы английские, а корвус там был переведен. И, короче говоря, как бы тебе надо корвус на... Как-то он там был переведен, поэтому... В общем, надо было с русского на английский, а с английским на русский. Короче, мне пришлось тогда, я помню, посмотреть прохождение. А че нам надо корвус какой-то везти? Я уже забыл. А, нам надо. Подожди, нам надо. Подожди, нам надо. О! Ро! А тут пол есть. Так, корвус. Вот. Вот, и был такой баг, короче говоря. Слово-то на русском было, а надо было здесь вводить на английском. У них дом-то, смотри-ка, с потайной комнаты реально. То есть... Ого. Это у них дом такой реально был? А это кто? Это может дед? Сгорел. Это может дед? Спокойствие. А Итан, видимо, там, что ли, коснуться? Да, это дед. Он, видимо, последний. Ну да, он же последний остался. Как бы. Как бы последний. Ага. 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 Так, он что-то пришел. Так, у них там уже это есть. Они бензин с дедом, короче, хотели сжечь нахрен этот. Давай, типа, вот это первое будет? Или... Или здесь все логично? Типа, первое, второе? Мне почему-то кажется, что вот это вот второе. Я переборол его. Все хорошо. Дедушка, не подходи ко мне. Бабушка Гейл защитила меня от него. Итан, я помогу. Я нашел дневник Вандергрифа. Чтобы разбудить спящего, нужен кто-то, кто будет страдать. Смотри. Нихрена себе. Тогда я не разбудил его, но он пытается проснуться прямо сейчас. Вандергриф не убивал жертв, он заставлял их страдать. Это и хочет спящий. Надо зайти в комнату. Я тут протиснусь. Теперь ты там будешь страдать. Гейл, только так все решится. Спящий не должен проснуться. Сжигать комнату бесполезно и там спящий внутри нас. Дедушка! Отойди! Мы все должны умереть. Даже ты. Даже я. Да. То есть он сам себя, получается, сжег. Там же, если Итан внутри, то он сам себя сжег. Логично. Логично. Куда-то огонек. А вот Итан, да? Разбудить. Здесь. Снова. Я знаю эту историю. Это не только история Итана, но и моя. И она не закончена. Пока еще нет. Осмотреть. Мост. Дамба. Церковь. Истории. Ловушки и черепушки. Ловушки и черепушки. Космическая капсула. Пройдена. Дом с порталами. Тоже я прошел. Ведьмин лес. Мы тоже прошли, получается. Древнее божество. А мы все прошли, что ли, получается? Нет. То есть, чтобы пройти игру, надо было вот эти вот обязательно все вещи пройти, короче. Я, кстати говоря, не знал. Господи, Итан, ты опять здесь? Ты пропустил ужин. Родаки на взводе. Они тебя искали. Уйди, Трэвис. Оставь меня. Эй, мам, он здесь. Хм. То есть мы сейчас правду узнаем, что ли? Милая, поосторожней с лампой. Дэйл, чё такое с твоим пацаном? На стенах рисует, истории выдумывает. Тьфу. Ну, типа, чё это вообще? Итан! Господи. Ты забыл про ужин? Прости. Я просто писал историю. Разве я долго там сидел? Приключения Пола Проспера, сверхъестественного детектива. Что за бред? Пап, увиди Трэвиса, пожалуйста. Он на стенах рисует. Кто так делает? Чат, заткнись. У тебя не сын, а додик Дэйл. Трэвис, давай. Пойдём. Додик! Итан, ты грёбаный додик! Трэвис, прекрати! Ох, ёпты. Чёрт, чёрт! Давайте, не стойте, уходите! Выбирайся, ты отравишься дымом! Боже! Господи! Охереть! Вот чё на самом деле произошло. То есть мы просто были фантазёром. Мы просто были фантазёром, и детектив, из которого мы играли, был выдуманный. Он просто... Блин, вырос бы хорошим писателем на самом деле. Какого-нибудь Гарри Поттера бы ещё одного бы написал. Классно. Фантазия-то у него, видишь, как работает. Блин, писатель был бы. Слушай, фильмы мог бы снимать. И он, короче говоря... Он, видимо, задохнулся от дыма. Начался пожар. И он уснул. Я писал о тебе, но не думал, что создал тебя. Теперь я настоящий. Я не хочу уходить. Надо ещё закончить твою историю. Я писал истории про всех. Да, я знаю. Но моя история закончена. Она была прекрасной. Значит, я могу идти? Можешь идти. Что будет потом? Другая история, малец. Как иначе? Короче говоря, он умер. Он просто вздохнулся. Там всё просто загорелось. Потому что надо было сразу же выбегать. Как только увидел огонь, надо было сразу бежать к выходу. Вот. Ну, из-за неаккуратного обращения с огнём. Там мамка, короче, наша всё подожгла. Но она случайно, она не хотела. Случайно получилось. А был бы гениальным писателем. Фантастом. И на самом деле всё, что там было. Якобы там мама хотела убить. Так далее. Это всё вымышлено. И на самом деле всё, что там было. Субтитры подогнал «Симон» Вот так вот прошли мы с тобой игру. Не длинная, да? Буквально там на 2-3 часа неторопливого геймплея. Ну, сколько атмосфер в этой игре. Очень классная игрушка. Люблю, знаете, такие игры на самом деле. Короткие, они делаются с душой, с атмосферой. Они вот как большая часть корпораций игровых там делают тупо, чтобы бабки срубать. Баганные, лаганные свои игры, которые на 500 тысяч часов. А сюжет выжат просто из грязного носка, который лежал под моим диваном. Вот. А здесь прям с атмосферы. Классно, здорово. И финал-то, видишь, какой. То есть, не просто... Я действительно вначале думал, что мы играем действительно за детектива. На самом деле, это просто выдуманный персонаж. И парень-то на самом деле погиб. Случайно. Просто задохнулся. Вот. Какой мог бы быть человек, да? С такой фантазией. Что такие истории придумывал. Ему книжки писать, да фильмы бы снимать. Цены бы ему не было бы. Вот. Был бы богатый. Получал бы много денег. Знаменитый. Жил бы, как хотел. Вот. Но... К сожалению, вот так вот иногда поворачивается жизнь. Игрушка классная, игрушка здоровская. Увидимся с тобой уже. В каких-то следующих играх. Обязательно будут тоже какие-нибудь такие классненькие, небольшие. Нравится, нравится. Знаете, мне вот такие вот небольшие игры. Они прям атмосферно прям делаются. Вот. Что здесь что-нибудь будет у нас? Нет. Я нажал на Escape. Нет ничего. Видимо сейчас меню, да? Да, меню. Вот. Увидимся с тобой уже в следующих играх. Всем до встречи, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok